Приветствую, друзья! Как отметили многие меломаны, DC03 отчего-то просто невероятно взлетел в цене. Причиной этому была полная остановка производства тройки и обещание буквально в ближайшее время представить продолжение серии в лице iBasso DC05. Так и случилось. Сегодня у меня в руках одновременно культовый DC03 и свеженький DC05. Я готов провести параллели, предоставить вам результаты измерений и как можно подробнее рассказать об этой новинке. Собственно, поехали. Пришел девайс ровно в таком же пластиковом боксе с наименованием модели и полным перечнем технических характеристик с обратной стороны. Внутри лежал, конечно же, сам девайс и маленький черный переходник с Type-C на классический USB разъем. Внешне ЦАП, похоже, не претерпел вообще никаких изменений, но разве что кабель, хотя и все такой же витой, но снаружи покрыт дополнительной оплеткой. Вероятно, производитель прислушался уже к просьбам владельцев прошлой ревизии и таки укрепил эту часть. Защита от перегиба с обоих концов также, как видите, на местах. В остальном же у нас аналогичный металлический корпус с наименованием модели и логотипом пройденной Hi-Res Audio сертификации. По-моему, наушники и светодиод, который теперь может принимать разные цвета в зависимости от качества потока. Фиолетовый, как вы уже наверное догадались, отвечает за MQA. Да, теперь нам еще добавили полное декодирование этого формата. Штекер здесь обычный на Type-C, тут совсем без каких-либо изменений. Пользоваться устройством очень просто. Type-C напрямую или через переходник идет у нас в компьютер, планшет, телевизионную приставку, смартфон, ну или куда угодно еще. А с обратной стороны подключаем свои любимые проводные наушники. Какого-либо серьезного нагрева за все время использования я, друзья, не заметил, как и фона в паузах. По громкости запас у нас очень достойный, нам заявляют 93 мВт мощности на 32 Ома нагрузки, что на 13 мВт выше, чем было вот этой вот третьей версии. То есть мощность и громкость остались примерно на том же весьма впечатляющем уровне. Аппарат вполне способен раскачать большинство даже в меру таких тугих полноразмеров. До 250 Ом его выхлопов вполне достаточно. Своего питания у девайса нет, однако потребляет он достаточно умеренно. На 5 вольт это около 0,01 ампера. Так что за заряд смартфона можно особо не переживать. Однако нельзя и не отметить, что по сравнению с прошлой версией потребляет новинка на 30% больше. Измерил все новым тестером, получил 0,07 Ампер на DC03 против 0,01 на DC05. На Windows 10 аппарат подхватывается автоматически, готовый к работе, в разрешении до 32 бит 384 кГц. DSD здесь поддерживается до DSD 256, плюс не забываем о том самом новомодном MQA. ASIO драйвера нам все так же обеспечивает 32-битный старичок Bravo HD, ставить который без особой нужды у меня, честно говоря, желания мало. Но поддержка есть, если вдруг кому это очень надо. Под Android и iOS ЦАП работает абсолютно во всех приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и посредством BitPerfect режима. Кому и этого мало, в маркете присутствуют приложения iBAS'а UAC для прямой регулировки громкости устройства, хотя ровно того же эффекта можно добиться в плеере Hi-B Music, если выбрать аппаратный доступ к громкости, уровень которой нехило так возрастает. Поддержка MQA реально работает, но фиолетовый загорается только при прямом доступе к устройству. Если же сигнал идет через системный микшер, то цвет индикатора остается зеленым. Измерения же новинки откровенно удивляют. На кривой АЧХ мы можем наблюдать какие-то просто возмутительные отклонения, причем они разные в зависимости от канала. Шумы и динамический диапазон в принципе без вопроса, а вот искажение чуть ниже уровня минус 103 дБ, что вообще говоря прекрасно, но лично я ожидал много лучших результатов. По крайней мере нам обещали космические 0.00056 А, а мы получили 0.00125. Даже со скидкой на мою измерительную аппаратуру это довольно-таки скромно. И если бы не знание, что iBAS'а все доведет до ума и поправит с обновлением прошивки, то я бы даже расстроился. Не того я ожидал от новой ревизии, ну вот совсем не того. В этом плане грусть, тоска и печаль. По поводу звука для начала я решил сравнить звучание героя обзора с iBAS'а DC03 на той самой первой прошивке, на которой данный аппарат и завоевал симпатии большинства меломанов. Затем скачав с официального сайта обновление, прошил его до актуальной версии. И скажу, что изменения конечно же есть, но они ничего не меняют, поэтому сравнивать DC03 и DC05 я буду без отсылки к прошивке. Так вот, первое, на что обращаешь внимание, это более плотная нижняя часть середины, на что очень сильно жаловались любители всякой тяжелой музыки. Теперь этой проблемы нет и чаш раскрывается буквально во всей своей красе. Однако преемственность поколений тоже не чувствуется. Прямо скажу, это два совершенно разных по звучанию устройства. В iBAS'а DC05 больше нет той тщательной прорисовки на всем диапазоне и легкого акцента на резкости и яркости. Теперь все звучит более естественно и цельно. Что мне очень напомнило ЦАП Шанлинк А5. И с ним я тоже не поленился сравнить нашего героя обзора. По факту, А5 мне показался интереснее, но прямо чуть-чуть практически на волосок. А так, похоже, что реализация на сдвоенном кодеке ES9219C получается у всех примерно одинаковой. Так что с А5 переходить на новенький iBAS'а нет совершенно никакой необходимости. С другой стороны, можно здорово сэкономить, если вы хотели А5, но блютуз и балансные выходы вам не нужны. Все-таки 50 баксов против 150. А так, BAS'а DC05 довольно глубокий, с хорошей прорисовкой и динамикой. Серединка, естественно, без сильного хода в микронюансы, резкости, контрасты. Такая вот, скорее музыкальная. При этом всевозможные нюансы звукоизвлечения, ну буквально как на ладони, а вокал логичным образом выдвигается из трека. Каких-либо акцентов на верхах я тоже не заметил, они такие чуть прибранные и комфортные. Именно в этом плане А5 и превосходит героя обзора. Там с ним заметно больше поработали, ну и ценник почти в три раза выше. Общая же картина строится насыщенная, выразительная, с хорошим таким акцентом на передаче эмоций. Раздражать подобный формат, ну просто физически не в силах, поэтому готов пророчить новинки еще более широкое признание общественности. Хотя, если у вас на руках уже имеется третья версия устройства и она вас полностью устраивает, то обновляться я лично смысла не вижу. Той самой тембральной проработки в новой версии нет, получился по сути еще один хороший ЦАП в копилку действительно достойных находок. А вот если вы только планируете что-то брать, то начинать имеет смысл именно с DC05, поскольку он более жанрово независим. Здесь мне понравилось ну буквально все. От тяжа электроники до джаза и оркестровой музыки. Для тестирования я выбрал реально подходящее устройство модели внутриканальных наушников. Это техничные мундропката и мелодичные объемные Kybir Aurora. Мне лично DC05 понравился, но на фоне того, что уже присутствует на рынке, какого-то ощутимого рывка производителю сделать не удалось. Тот же HiBee со своим FC3 или Tempotex Sonata MHD легко составят новинки и очень серьезную конкуренцию. Так что да, iBass'а вновь удалось выпустить очень хорошее устройство, но в этот раз никакого прям вау-эффекта оно не вызывает. Новая версия более универсальная, но, как и у всех остальных, творений на ESS. Такая мягкая, сочная и музыкальная. Отлично, конечно, но не круто. Суммарно же продолжение хитовой версии мобильного ЦАПа в лице iBass'а DC05 оказалось на 30% прожорливое своего предшественника. Чуть сильнее греется, зато теперь умеет декодировать MQA поток и в зависимости от качества гореть нам разными цветами лампочки. С замерами что-то тоже напортачили, но там не страшно, просто ожидаем обновления прошивки. По звучанию же, в сравнении с предшественником, мы утратили ту тембральную проработку, резкость и яркость. В плюсах нижняя середина теперь просто прекрасна, что без сомнения оценит все огромное сообщество любителей скоростной и тяжелой музыки. Жанровые границы заметно расширились, выразительность и мелодичность на том же довольно высоком уровне, да и вообще звучание стало более собранным, естественным и комфортным. Еще раз, у Айбаса вновь получилось очень круто, но теперь без разрыва шаблонов и откровенных восторгов. У многих производителей есть девайсы примерно в ту же цену и с аналогичным по уровню звучанием. Так что сейчас прицел идет скорее на фанатов линейки, чем на привлечение новых любителей качественного звука. Это был новенький мобильный ЦАП Айбаса DC05, а на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok